Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Я Алексей Григорьев. Представляю компанию Метро.Г. Я знаю, что только что закончилась бизнес-сессия, в которой были спикером. Очень интересная тема. Какая тема поднималась? Тема была сегодня действительно интересная. Фактически продолжение утренней дискуссии, которая шла на уровне министра промышленности и торговли Мантурова, заместителя министра, заместитель, руководитель Минсельхоза ФАС и ряд других ведомств. Там речь шла о регулировании цен. Это новая парадигма, в которой мы живем с декабря прошлого года. И, соответственно, сегодня на сессии, которая вот только что закончилась, мы говорили о том, как регулирование цен влияет на отношение торговли и поставщиков. Я так понимаю, тема очень злободневная и сложная, потому что, как мы понимаем, доходы у людей упали, упали какие-то потребительские возможности, при этом при всем цены и закупочные, и при этом из-за сырье они стремятся вверх. Я так понимаю, с этой задачей вы справились уже или мы еще пока на пути, чтобы решить эту проблему? Говорить о том, что задачи справились, было бы, наверное, неправильно, потому что, на самом деле, рост цен, я, например, рассматриваю, как некое благо для экономики, потому что без инфляции экономика не может развиваться. И сегодня как раз я об этом говорил на нашем круглом столе, и многие участники круглого стола с этим вполне согласились. Это просто экономическая данность, в реалии, в которых мы живем. Вопрос в том, как заходить на обеспечение правильного соотношения доходов населения, о чем вы совершенно справедливо сказали, и уровня цен инфляции. И понятно, что инфляция тоже должна быть определенной стабильной и соответствовать уровню доходов населения. И вот вопрос заключается в том, как найти этот баланс. Но мне кажется, что как раз один из главных выводов, который был сделан сегодня в ходе круглого стола, вот уже второго, это то, что регулирование цен все-таки это не решение вопроса. На самом деле решение вопроса должно заключаться в другом, и мы обсуждали целый ряд разных аспектов. И выстраивание доверительных, партнерских, транспарентных взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками, это и работа государства на повышение доходов населения, и, соответственно, повышение уровня покупательной способности населения, в том числе и через таргетированную помощь неимущим слоям. Это и поддержка производителей. Потому что мы как раз один из выводов, который мы сегодня сделали, был тот, что регулирование цен на самом деле контрпродуктивно сказывается на взаимоотношениях торговых сетей и поставщиков, если заходить на регулирование цен сверху, то есть с цены полочной. Потому что тогда получается, что создается дополнительный конфликтный потенциал, когда, подчиняясь регулятивному настрою государства, торговля должна давить и тем самым вступать в дополнительные конфликты на поставщиков, а те, соответственно, уже на своих поставщиков и так далее. То есть это давление передается сверху вниз по цепочке. На самом деле гораздо продуктивнее поддерживать производителя, который тогда, соответственно, уже априори получает необходимый доход, но при этом и не завышает цены так, чтобы это не соответствовало доходам населения. Тема очень горячая, и тоже мы стараемся узнать все время участников круглых столов и сессий, как прошла дискуссия, потому что разные темы обсуждаются, иногда все проходит очень мирно, и все смотрят в одну и ту же сторону, при этом конфликтов практически нет, все дополняют друг друга. Тема сейчас очень горячая именно ваша. Скажите, насколько горячо происходила эта дискуссия, или в принципе всем участникам рынка понятен вектор развития правильный? Ну, я думаю, что вектор развития рынка и государственной политики, он всем понятен. Как раз сегодня в ходе дискуссии мы разделили эти два понятия. Есть вектор взаимоотношений торговых сетей и поставщиков, а есть вектор взаимоотношений участников рынка с государством. И вот если мы говорили о том, как взаимодействовать торговым сетям и поставщикам, то здесь, конечно, у нас разные мнения, потому что поставщики смотрят своими глазами на торговую сеть, торговая сеть смотрит своими глазами на поставщиков. Конфликт заложен чисто экономически, потому что одни продают, другие покупают, и, соответственно, те, кто продает, хотят продавать дороже, те, кто покупает, хотят продавать, покупать дешевле. А другой как раз вектор – это взаимоотношения участников рынка с государством. И здесь было как раз в отличие от первого вектора достаточно единодушное понимание, что государству надо меньше вмешиваться в экономическую деятельность и вообще во взаимоотношения участников потребительского рынка. Мы со своей стороны хотим сказать вам огромное спасибо и надеемся, что и ваша экспертность в этом вопросе поможет всем участникам рынка сделать правильный выбор и в конечном итоге выиграет финальный потребитель. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Всего доброго.